Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Далее у нас Владимир Укоев, мастер спорта по боевому самбо. И заслуженный мастер спорта по самбо, тренер спортивного клуба Славудич Дмитрий Полинок. Добрый вечер! Добрый вечер! Ну и первый вопрос к Вячеславу Владимировичу. Какова готовность нашей команды и вообще общее положение, сколько человек у нас вылетают и какого числа состоятся соревнования? Ну, общий состав города, с города выезжает 18, но в общий состав где-то будет в пределах 25 человек у нас. Выезжает команда готова, провели достойные сборы, конечно. Конечно, хотелось бы немножко улучшить более, сконцентрировать команду было в одном месте. Ну, не получилось, но тем не менее все выезжают, все готовы, поэтому есть лидеры в команде. Вот если взять по взрослым, то у нас три лидера. Это Бондаренко, Аксенов и Семенов, да, которые мастера спорта, на которых мы ставим. Ну и по боевые самбисты тоже, ребята, вот Укоев там, Семенов, которые готовы выступить, показать хороший результат. Поэтому надеемся, что у нас будут хорошие призовые места и путевка на чемпионат России. Ну, это самое главное, конечно. То есть есть ребята, на которых мы надеемся и которые обязательно приедут с показателями хорошими. Ну, давайте вот пообщаемся со спортсменами. Никита Иванов у нас будет представлять команду Республики по спортивному самбо. Вот как прошла подготовка, как себя чувствуешь в данный момент? Нормально, настроены соревнования. Да, вот с какими амбициями вообще полетим на Дальний Восток? Какую цель перед собой ставишь? Путевка. Путевка на чемпионат России. Хорошо, конечно, отлично. И у нас Владимир Укоев, мастер спорта по боевому самбо. Ну что ж, как заряжен на грядущие соревнования вообще? Как прошли сборы? Хорошо, положительно все. Готовы поехать выступить. Кого ты считаешь своим главным соперником? Представители там какой области, края? Хабаровск, Крайон. То есть там традиционно серьезные конкуренции составляют, да? Да нет, прошлый раз просто был конкурент. То есть в прошлый раз был, и в этот раз, ты думаешь, тоже будет. Да, там в основном одни и те же. Одни и те же лица ездят, да, там, конечно же, текучка не такая быстрая, да? Ну что ж, и у нас именитый человек, большой человек в мире спорта якутского, в мире самбо. Дмитрий, вот оцените, вот, какую оценку можно дать действующему составу сборной республики? Как вы думаете, как она выступит на Дальнем Востоке? Какие прогнозы? О подготовке? Ну, подготовка проходит в основном внутриклубная. Не хватает общего центра самбо, дзюдо. То есть все раздельно занимаются? Все раздельно занимаются, поэтому оценочка четыре. Тренера просто работают упорно, сильно. Но им тяжело, помощи никакой нет нигде. Ну, в любом случае, сборная у нас есть, и у нас... Сборная есть, она готовится и выступит, я думаю, достойно. Мы знаем, что у нас будут еще несколько человек из города Алдан, Нерингри, Мирный, да? Мирный пять человек, выезжает команда хорошая тоже, ребята. Алдан хорошая команда, и в Нерингри есть там человека, три-четыре хороших ребят, которые покажут результаты. Ну, то есть все равно основной состав это все-таки город Якутск. Ну, основной состав это Якутск, и, конечно, основная база у нас Алдан, потому что там есть такой тренер Талиб, вот, во-первых, он является старшим тренером по самбо, да? Поэтому эта база одна из основных у нас. Поэтому мы ставим, что он будет как раз отвечать за команду, он едет с командой, поэтому я думаю, что он соберет ребят там еще, настроит. Я думаю, мы привезем медали хорошие. Да, вот как раз мы затронули тему, да, вот заговорили о Талибшо и Ресейнове. Ведь недавно, кстати, у нас отличная новость есть для всех любителей спорта Якутии. Вот его воспитанница Анастасия Шитикова заняла первое место в весовой категории до 65 килограммов вот на столь большом соревновании, да? Вот как это можно прокомментировать вообще, и насколько это большой и значимый успех для якутского самбо? Ну, во-первых, я вам скажу, что сама Анастасия хорошая девочка. Дело в том, что она призерка Дети Азии, призер первое место у ней на чемпионате России. Все к этому шло, да? Да, то есть она, конечно, мало того, что она еще травмирована была и в финальной схватке проявила волю, характер, показала хорошую борьбу, выиграла, кстати, серьезную девчонку там в Сербии, да? Поэтому показала хороший результат. Поэтому мы надеемся, что дальнейшая ее подготовка, вот мы, кстати, с Талибом разговаривали, что дальнейшую подготовку провести был где-нибудь в другом регионе, потому что, ну, на основной базе самбо-70 сейчас предложение поступило. Ну, посмотрим, будет готовиться. Я думаю, что она еще себя зарекомендует, покажет. Ну, и то есть, пользуясь случаем, к сожалению, Анастасия не смогла присутствовать сегодня на нашем эфире. Мы от всей души, от программы «Спортлуб», да и вообще от всей республики поздравляем Анастасию с таким потрясающим достижением. Всего тебе самого наилучшего и, конечно, успеха в твоей дальнейшей спортивной жизни. Ну, и также поздравляем, конечно же, Талибшо Иросейнова, который воспитал столь мастеровитую спортсменку. Ну, что ж, если продолжать нашу беседу о грядущих соревнованиях на Дальнем Востоке, давайте вспомним, давайте вот обратимся к истории, да? Мы знаем то, что как у нас начало развиваться движение самбо, у нас обязательно выезды на Дальний Восток, на Россию. Давайте вспомним, с каких годов команда Якутии летает на подобные соревнования и вот в среднем по показателям? Ну, вообще результат такие у команды Якутии хорошие. Еще такой был тренер, генерал-майор Измеров, да, возглавлял в свое время сборную. И его, как раз когда он возглавлял, команда выступила достойно. Это, скажем, лет где-то так 20 назад, даже если не больше. Поэтому у нас результаты есть по самбо, хорошие ребята, хорошо выступали. И сейчас потом был спад в какой-то период. Сейчас вот буквально хорошо, что мы на Дети Азии включили этот вид спорта. Именно он будет принимать и в Монголии будет. И у нас вот первый раз мы приняли самбо. Поэтому я думаю, результаты будут хорошие. Уже они показывают о себе, есть ребята хорошие. И на турнире Победа мы хорошо выступили, есть ребята и состав. Ну вот сейчас мы ведем переговоры конкретно со сборной Дальнего Востока сделать, которую, да, ну, чтобы на уровне хотя бы Дальневосточного федерального округа сделать так, чтобы команда была сильной, укрепилась. Там есть наши ребята достойно, которые будут показывать. Вот Анастасия там, еще есть ребята. Ну, поэтому, думаю, покажем еще результаты. Еще увидим наших ребят на педесталах мировых и европейских. Ну, а вот касаемо самих непосредственных участников Никита и Владимир, да. Владимир, вы представитель клуба «Динамо», а Никита у нас представитель клуба «Славутич», да. Вот, Никита, вот среди твоих, да, вот ребят, которые занимаются там, да, ведь много ребят, которые на хорошем уровне, да. Вот ты ощущаешь на себе какую-то вот это, знаете, вот особую такую, знаете... Груз ответственности. Груз ответственности, что ты отправляешься на такие престижные соревнования. Ну, да, ну, нас много же отправляетесь, кто из клуба. А, то есть не ты один? Да. Много у вас. Ну, а ты скажи, это твой первый такой выезд на серьезные соревнования? На Дальний Восток уже ездил? Да, уже несколько раз был. И каковы результаты были твои? Призер. Призер. Отлично. Ну, и Владимир, мы тоже знаем, да, что вы не впервые уже заикнулись о том, что вы были в прошлый раз, да, там? Да, да. И встречались, да, и вот на данный момент считаете, что хабаровские, да, спортсмены – это ваш основной соперник, да? Да. А вот когда вы отправляетесь на такие подобные соревнования, ставите ли вы перед собой всегда цель вот именно призовое место? Или вы стараетесь выложиться по полной и, ну, независимо от того, на каком месте? Конечно, надо настраивать, чтобы войти в тройку хотя бы. Да, вот, Дмитрий, как раз мы говорим, да, о психологической составляющей спорта, и вы, как человек, повидавший многое вообще в спорте, в этой жизни, вот скажите, как раз вот ребята сидят, скоро у них ответственный старт спортивный, вот. Как правильно, вот, как вообще подходить к этому правильно? Настроил вот именно в плане психологии, учитывая перелеты, дороги? Как вы раньше в свое время справлялись? Вот посоветуйте ребятам. Ну, в основном, это внутреннее переживание у нас. Тренер общается, разговаривает с ними. Причем все время, до тренировки, после тренировки. Общение, самое важное общение с ними. Ну, то есть, как-то эмоционально, психологически разгружаться путем общения с тренером, да? С тренером, мы ходим, играем в футбол, ходим в баню, все вместе, общаемся. То есть, вне тренировок, да? Да, вне тренировок, естественно. И после тренировок также идет общение, разговариваем о подготовке, о тактике борьбы. А если вспоминать свою, да, историю спорта, вот для вас самая такая яркая победа или самая главная победа, или победа, которая вот запомнилась вам, ну, на всю жизнь? На всю жизнь. Это первый раз, когда я вышел на ковер. Я стал третьим. Долго плакал. И после этого ни разу не проиграл. Будучи совсем еще маленьким ребенком на школьных соревнованиях, наверное. Да, городские соревнования были. Городские соревнования. Вы стали третьим. Я стал третьим, да, и плакал долго. Горечь, да, бронза? Да, запомнилось очень. Ну что ж, я думаю, спустя годы Никита и Владимир будут сидеть и также делиться впечатлениями о своих самых таких спортивных результатах. Ну что ж, Вячеслав Владимирович, после выезда на Дальний Восток, да, мы, конечно же, сделаем определенные выводы. Конечно, узнаем состав команды, состав ребят, которые включатся в борьбу за состав сборной России. А что нас ждет в календарном плане, вот именно внутри республики, внутренние наши соревнования? Ну, во-первых, вот у нас был такой турнир Рыжикова, да, очень хороший турнир. Мы его проводили дважды. Хотелось бы, конечно, его возобновить, потому что турнир, ну, по боевому самбо, там, кстати, боевое и спортивное мы пытаемся. Кстати, Рыжиков, кто не знает, это герой России, наш земляк. Поэтому турнир очень хороший, престижный, на него съезжались многие дальневосточники, даже приезжались в других регионах. Поэтому мы его пытаемся реанимировать, но в связи с тяжелейшим условием финансирования, пока этот турнир, как бы, у нас остается, ну, не получается у нас. Ну, я думаю, мы это вернем. Ну, а так, в ближайшее время, конечно, мы планируем, вот у нас планируется и чемпионат, там будет первенство, то есть республики, там, посреди юношей. Ну, и думаю, мы по взрослым тоже проведем, конечно, и чемпионат республики еще раз, и еще какие-то турниры, потому что, ну, тяжелое время, финансирования нет, все упирается в это. А так-то, конечно, всегда, пожалуйста, а так, подготовка, выезд команды, конечно, планируем провести где-то сборы, планировали, вот, гости у нас планируется, Лебедев, это, он чемпион. Чемпион мира Европы. Мы тренировались вместе в верхней Пышме. Провести мастер-класс, пригласить и немитых. Да, ну что ж, Вячеслав Владимирович, к сожалению, время еще подходит к концу. Спасибо большое. Что нашли время и посетили нашу студию. Напоминаем, дорогие друзья, что наша команда 18-го примет участие в чемпионате Дальнего Востока. А мы с вами увидимся через короткую рекламу. В эфире снова телепередача «Спорт-клуб». В студии работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну и так, мы продолжаем нашу программу и второй блок мы посвятим любимому футболу. 1 декабря в Кремле прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу. Именно ее результаты мы обсудим прямо сейчас. И чтобы обсудить итоги жеребьевки, мы пригласили, конечно же, экспертов. Так, большим удовольствием представляю вам наших экспертов. Это главный тренер мини-футбольного клуба «Заря» Олег Михайлович Марченко. И, конечно же, старший тренер по футболу детско-юношеской спортивной школы номер 4 Анатолий Михайлович Самков. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, какие впечатления, Олег, Анатолий, после того, как стало известно, какие команды в группах, какие впечатления были первые? Ну, первые, знаешь, что мы попали в первую группу. И такие команды, как Урагвай, Саудовская Аравия и Египет, я думаю, нам повезло немного со жеребием. Потому что, если другие смотреть группы, там есть 3-4 команды где-то равные. И неизвестно, кто может попасть, выйти на первое-второе место в следующий круг. Но, как пресса, все говорят, что мы все вышли в четвертый финал. Это очень сложно сегодня судить. Потому что мы не знаем, как подготовится команда Египет, как Саудовская Аравия. Ну, а лидером, я думаю, является команда Урагвай. Такой укратце. Ну, вот, Олег Михайлович, какие впечатления были? Тяжело будет даже выйти из группы, мне кажется. Первая игра у нас в Саудовской Аравии. Мы должны ее обыграть. А вот Египет и Урагвай, это не подарки. Кто знает немножко в футболе, кто разбирается, то тяжело очень будет выйти даже из группы. Конечно, мне бы хотелось бы, но я и болею за наших, и буду болеть, переживать. Но будем надеяться, что из группы выйдут. А так группа, конечно, по сравнению с остальными, со всеми, мне кажется, можно, можно, можно. Шансы есть. Да, шансы есть. То есть два наших эксперта, со всей ответственностью, в нашей студии заявляют, что шансы есть, да? Да, хорошо. Что интересно, мы когда вот сегодня готовились к эфиру, в основном многие букмекерские конторы считают все-таки аутсайдером это Саудовскую Аравию. Ну, это факт, да, наверное? И вы так считаете? Или все-таки у вас другое мнение по этому поводу? Нет, но все же Саудовская Аравия, да, немножечко пониже уровня Египта и России, да. Ну, будем надеяться. Там играют практически все свои. Все свои играют. В внутреннем чемпионате играет. Да, а они нигде за рубежом не играют. В Египте и Уругвай есть, конечно, там и личности, и люди, которые играют на самом высоком уровне. Только стоит Суарес один. Да, вот, кстати, если говорить о Саудовской Аравии, да, вот мы так пока что вот заочно обозначили ее как аутсайдера, да, на стадии квалификации очень много эта команда забивала и показала неплохие результаты, вышла со второй позиции в азиатской квалификации, если я не ошибаюсь. И там вот в итоге этого небольшого прыжка, да, скачка вот футбола, у них на домашние вот именно матчи стали приходить вот просто бешеное количество людей. Сначала 30 тысяч, от 30 до 60 тысяч. Вот впечатляющие цифры, согласитесь, и неужели будем ждать потока большой армии болельщиков, да, из Саудовской Аравии вот на чемпионат мира в России. Ну, как-то скажется, наверное, поддержка. Как вы думаете, вот с других стран, сколько людей придет и как это отразится на выступлениях сборных? Нет, ну, допустим, с Европы, все, если брать, ну, я думаю, пройдем по следующим командам, если там вкратце, да, Европа-то приедет обязательно, очень много болельщиков. Южная Америка, да, приедет, да, Мексика, да, вот когда Кубок Конфедерации в Мексике приличное количество людей, зрителей приехало. С Германии, ну, много приедет, наверное, русскоязычного с Германии населения поболеть за Германию, ну, и, соответственно, приехать в Россию немножко отдохнуть, да. Отсюда возникает вопрос, планируете ли вы поездку на какой-либо, ну, там, я не знаю. Город, который принимает чемпионат мира, есть ли в планах? Раскройте нам. Хотелось бы, конечно, съездить, чемпионат тем более проходит у нас в стране, это такое значимое событие, и видно, какая идет подготовка, и как вот я с командой летаю, езжу, смотрю эти объекты, которые строятся, как вообще готовится наша страна принять чемпионат мира. Все будет, я думаю, на самом высоком уровне, ну, и ждем от нашей команды, конечно, побед, побед. Болельщиков будет очень много, это, ну, история показывает, что ни один чемпионат мира без болельщиков не проходит, ну, будем ждать, конечно. Ну, Анатолий Михайлович, вот продолжим, да, опрос наших экспертов, вот, с следующим таким вопросом. Вот если не обращать внимание на группу А, да, где, собственно, будет играть наша Россия, вот, если обратить внимание на другие группы, вот, нету группы смерти, да, в этом чемпионате мира? Ну, почему, есть. Ну, то есть группа Д, да, по вашему мнению, или как? Вот С, Франция, Австрия. Группа С, то есть? Первая, Дания, да, все четыре, ну, где-то повыше немножечко Франция стоит, да, но остальные три команды, они ровные, да. Ну, то есть, давайте вопрос поставим так, если не обращать внимание, если не брать во счет группу А, какая группа, по вашему мнению, будет самая интересная? Ну, самое, ну, С. Португалия, Испания, Иран, и тоже. Ну, Иран бурно развивается футболом. Ну, можно пройти по всем группам, вот, начнем тогда с Португалии, да? Слабых нет, команд слабых нет, и групп слабых нет. Кажется, что кто-то где-то, просто немножко у кого-то уровень слабее у команд, но играть все будут только на победу и стараться, потому что такое бывает. Некоторые команды не пробивались и 30, и 40 лет на чемпионат мира не могли попасть, вот. Ну, взять Германия, Мексика, Швеция, да. Южная Корея интересная. Южная Корея, ну, Южная Корея, ну, Южная Корея, ну, где-то немножко послабее, три ровные команды. Немцы посильнее всех, явно. Бразилия, Швейцария, Сербия. Ну, Польша тут, да, вот, одна из самых слабых, Сенегал, Колумбия, Япония, да, вот. Ровная группа, все могут друг друга обыграть. В этой группе. Бельгия, Англия, ну, и здесь повыше Панамы, Туниса, да. Ну, в целом, то есть, вы довольны вот именно результатами Жеребевки, что все группы, в принципе, так, да? Везде есть интрига, везде есть... Да, да, да. Неинтересно, группа, по-моему, тут нету. Смотреть интересно будет. Просто вот здесь будет, допустим, если брать группу Португалии, тут будет борьба идти за первое место, потому что первое место дает шанс в 1-16, там, где-то послабее с командой сыграть, да. Будет Португалия, Испания рубиться между собой, да, и там, если ничья будет, кто больше забьет Марокко и Ирану, да. А тут вот Франция, Австрия, это вообще четыре ровные команды. Я даже не знаю, на кого и поставить, да. Ну, и вот отмечали вообще вот в социальных сетях, да, я видел то, что многие отмечают себя, специалисты, такие люди из футбола, то, что у нас расписание игр у сборной России как бы по нарастающей идет. Вот согласны ли вы с таким мнением? Сначала Саудовская Аравия, потом у нас идет вот Египет, Уругвай, ровно как вот изображено в группе. Нет, ну, во-первых, мое мнение, это очень хорошее расписание, да, потому что первая игра, вот если вы анализируете все чемпионаты мира, да, всегда хозяева играют, и в основном играют на ничью, да, редко, когда побеждают, да. То есть это мы говорим про матч открытия? Да, матч открытия, да. А тут Россия попадает в Саудовскую Аравию, да, и как сам Бог велел, да, мы должны обыграть, да, и дальше двигаться. А если мы сыграем удачно первую игру, здесь у нас получится, ну, как эмоциональный подъем, да, тех же болельщиков, да, ну, самих футболистов. А если неудачно, сразу, ну, на Египет выходим, там начнется, от Египета будет тогда решаться много, начнется мандраж полнейший, да. Ну, и возвращаясь вот к этой четверке, да, группе А, мы немножечко тут посмотрели с Ласием статистику небольшую. Во время жеребьевки один из спортивных порталов объявил, ну, некое голосование, да, в нем приняло порядка 20 тысяч участников, и, ну, позиция, да, какое место вот среди этой четверки займет Россия. И очень интересная, да, цифра, практически 45% поставили Россию на второе место, вот, из этой четверки. Вот ваше мнение, согласны ли вы с этим, или все-таки бы процентовка у вас была бы другая немножечко? Ну, вот, Олег Михайлович, на какое у вас место вы поставили в сборной России? Ну, я бы, конечно, хотел бы, чтобы сборная России в группе заняла первое место, но очень будет, очень будет тяжело играть и с Египтом, и с Уругваем. Уругвай, конечно, здесь фаворит в этой группе, но я думаю, мы играем дома при своих болельщиках. Возможно. Аура, да? Я думаю, я думаю, ребята сделают все возможное, потому что это футбол, и поле всех равняет, мяч круглый, поле ровно. Думаю, ну, хотелось бы, чтобы стали первыми, но из группы мы должны выйти, мы должны выйти и пройти дальше, чтобы и болеть, и переживать дальше, потому что уже будет неинтересно, без интереса будет дальше смотреть, если не будет нашей сборной дальше. Я могу добавить к этому, если мы не выйдем с группы, да, это у зрителей, да, в футбол это эмоции, да, настроение, выигр, побеждает, сюда, мы здесь будем ночью не спать, допустим, в Якутске будем смотреть, ночью машины будут мотаться, сигналить, побед. А если вспомнить чемпионат Европы, когда играли, вот мы третье место заняли, да, такой праздник, эйфория была народу, а если мы проиграем с группой, у нас все, да, нам не будет интересен чемпионат мира, да, ну, будут ходить люди на футбол, смотреть, это лучшие команды мира будут, но сами эмоции пропадут. Так что... Это мы будем с горящей вспоминать тот самый анекдот, да, когда вот будем болеть за кого, за Россию, а дальше за кого, да. Даже на Анатолию Михайловичу смотришь, да, и уже понятно, насколько это эмоциональный вид спорта, даже обсуждение уже очень эмоциональное. У нас остается немного времени, и давайте вот отметим, конечно же, мы не можем говорить про саму команду, вот, если говорить о сборной, о подопечных Станислава Черчесова, вот, как бы вы, Олег Михайлович, как бы охарактеризовали данный коллектив? На какие вот аспекты игры стоит делать ставку? Да я не могу, это нужно быть внутри команды, это нужно быть главным тренером сборной России. Как вот зрители, как болельщик? Ну, я, конечно, буду переживать, в этом году команда обновилась, и вот вообще, кому-то появилось очень много молодых перспективных игроков, хотелось бы уверить них, и что главный тренер сделал правильный выбор, и поставил вот на этих игроков, которые в команде. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что ребята, что ребята молодые будут доказывать и показывать результат хороший. Ну что, спасибо большое, дорогие наши гости, что посетили нашу студию. Действительно, мы будем переживать очень сильно, да, это лето будет для нас жарким, по-настоящему жарким. Напоминаем вам о том, что сборная России в группе АС играет с командой Саудовской Аравии 14 июня в городе Москве. С Египтом мы играем 19 июня в Санкт-Петербурге. И с командой Уругвая сборная России сыграет 25 июня в городе Самаре. Ну, и перед тем, как попрощаться на рекламу, мы бы хотели отметить очень хорошую новость. Воспитанник якутского футбольного клуба «Пульс» из Мархи, но сейчас это уже «Пульс» не как бы Мархинский, это уже республиканское достояние. Артем Соколов, который начинал футбольный путь в этой маленькой команде, перебрался в Чертаново, и вот совсем недавно он получил вызов в сборную по своему возрасту. Поздравляем Василия Ивочкина, его первого тренера, заслуженного тренера республики. И поздравляем вас, дорогие любители футбола, с очередной большой победой наших юных футболистов. Ну что, ждем чемпионата мира 2018. Ну а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сразу же после рекламы мы продолжим программу «Спортлуб». И говорить мы будем о чемпионате по легкой атлетике «Солу-спорт». Да, в заключительном блоке будем говорить о королеве спорта. Дорогие друзья, не переключайтесь, дальше будет не менее интереснее. Нам надо минуту, час. В эфире снова телепередача «Спортлуб» в студии Власти Сергеев и Дарьян Кехова. В третьем блоке мы будем говорить о легкой атлетике. Ну и давайте представим наших гостей для начала, а потом поговорим, на какую же тему мы сегодня будем с ними говорить. Знакомьтесь, ближе к нам находится Ульяна Окаракова, заместитель директора спортивного клуба «Солу-спорт». А также Валерия Афанасьева, член спортивного клуба «Солу-спорт». Ну что ж, мы знаем, что в это воскресенье, 10 декабря, нас ждет второй по счету старт, второй республиканский чемпионат по легкой атлетике среди любителей. Что это за соревнования вообще, как появилась идея организовать и что из себя представляет? Ну, наш клуб называется «Солу-спорт», клубу «Два года». Мы работаем уже второй год чисто с любителями бега, да. Наша цель – развитие массового спорта и поддержка любителей бега. И вот в том году мы в декабре организовали первый чемпионат наш, где участвовали с разных улусов, более 60 человек приняли участие и получили очень много отзывов хороших. Поэтому в этом году решили повторить. Да, уже проводим второй чемпионат среди любителей бега. То есть это только любители? Да, это только любители. Не обязательно быть суперпрофессионалом, да? То есть если вы любите бег, вы можете принять участие в подобных соревнованиях. Как раз таки наоборот, надо быть непрофессионалом, чтобы… Чтобы принять участие. Действительно, очень хороший старт, который объединяет именно любителей, да, что надо взять, не постесняться, просто прийти и посоревноваться среди с такими же людьми по физическим возможностям. Ну что ж, давайте поговорим об организационных моментах. Так вот, сегодня у нас вот несколько дней остается, да, до старта. И сколько людей на данный момент уже зарегистрировалось на этот чемпионат? Ну, заявки уже есть, принимаем. Есть, так, с намского, да, с намского улуса, с Амги, заявки с Тикси, с Кебеи. То есть люди даже издалека приедут? Да, что очень радует и мотивирует нас. Валерия, ну, вы непосредственный участник, да, подобного соревнования. В прошлом году принимали участие? Да, в прошлом году, да, массово мы все принимали участие в данном забеге. На какой дистанции вы? 10 километров. На 10 километров. 5 и 10 километров. Я начала с прошлого года заниматься, да, ну, получается, чуть больше года занимаюсь. И в прошлом году, как бы, ну, на азарте мы все участвовали, вот, на 10 километров забег был. И, ну, кто как может, кто сколько пробежал по времени. Ну, и у вас получилось? Конечно. Самый лучший результат, потому что в прошлом году я очень, да, хорошо подготовились мы. Это был для нас, ну, самый первый, получается, вот старт, да, такой чемпионат, да. Девочки, а мне вот интересно спросить, все-таки больше участниц женского пола или мужчин больше? Женщин. Женщин больше, да. То есть девушки любят бег больше, властью чем... Девушки сейчас очень любят бегать, действительно. Так, кстати, это сейчас такая прям пропаганда бега. У нас в городе постоянно происходят какие-то старты. У нас в студии были не один раз, да, даже девушки, которые прям женский забег, помнишь? Да, конечно. Которые только женщины, да. И вот, девочки, скажите, вот я, просмотрев ваш сайт, увидела, что вы сотрудничаете с многими городами. То есть это не только проект города Якутска или нашей республики, да, это проект всероссийский. Даже можно не всероссийский сказать, а всемирный. Потому что вы даже проводите мастер-классы, либо как дистанционно обучаетесь и обучаете бегу людей за границей. Ну да, это такое есть. Это благодаря нашему руководителю Марфе Троевой. Она дистанционно, ну, создала сайт Сулу Спорт, ее идеи, да, наш руководитель. И начала работать уже, получается, по всему миру, дистанционно обучается любителей бега, даже спортсменов там тренирует. Поэтому сотрудничаем вот с Канадой, Румынией, ой, с Канадой, еще какие-то, Финляндия, по-моему, была. Да, девушка из Финляндии занимается. Так интересно, то есть вот он, век 21-х технологий. Сейчас можно даже обучаться, да, правильному бегу просто онлайн. Дистанционно. Дистанционно, это здорово. Очень много информации нужны на нашем сайте могут найти телезрители. Да, ну вот мы заговорили о дистанциях и так далее. Да, в прошлом году я имел удовольствие посетить ваши первые соревнования. И я видел то, что участие принимают вот как маленькие дети, так и очень мужчины, такие, знаете, вот пожилого возраста. И вот какие вот возрастные группы вообще, забеги на какие дистанции будут? Так, у нас забеги будут один километр это детям, 7 лет, там несколько категорий, 5 километров и 10 для взрослых. Тоже там по категориям. Мужчины, женщины там? До 30, от 30 до 39. Ну, то есть каждый может найти свою ячейку. И как попасть-то? Как впадать в заявку? Ну, заявки принимаем в Инстаграме на нашей странице. И там вся информация есть, контактный номер тоже есть, можете записаться. В Инстаграме как все у спорта. Запись идет, активно принимайте участие. Ну, обычно по прошлому году, если смотреть, то заявки поступают, ну, в день проведения. Потому что в день проведения мы там с утра в спорткломбике Дахсун будем. Да, с 9 утра. То есть даже можно и в сам день подать заявку. Ну, обычно, да. Вот, Даша, я как раз говорила, да, то, что век новых технологий наступил. Можно подать заявку через социальные сети Инстаграм и вот прямо в день соревнований прийти и принять участие. Да. Хорошо. Ну, вот, если не секрет, вот, примерно, какое количество людей ожидаете на втором чемпионате по легкой атлетике и соус-спорт? Ожидания личные. Ну, свыше 50, это понятно, да, уже больше, чем в прошлом году? Ну, хочется и желаем, конечно, охотить больше людей. Ну, посмотрим. Обычно в день с утра начинается запись. В последний день так бывает. Девочки, ну, я знаю, что еще вы очень, ну, конкретно, может, не вы, но вообще ваш клуб уделяет тебе огромное внимание именно бегу в зимнее время, да? То есть вы даже и зимой бегаете, несмотря на стужу и мороз. Очень интересные фотографии у вас. Вот, каково это бег и 50-градусный мороз? Ну, вот, недавно. Уля недавно пробежала, да? Да. Этот вопрос меня тоже давно интересовал. И я в этом году решила попробовать зимний бег. Я очень не люблю холод, тем более бегать. Но я начала попробовать. Там первый день 4 километра, через день 6500, 8 и на 10 километров. Потом решила поучаствовать в забеге в честь юбилея нашего президента, первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Прибежала полумарафон, минус 32. Ну, ощущения-то нереальные были. Было очень холодно по Покровскому тракту, где я оттуда иду, там очень сильный ветер всегда. А я сама хангалатского луса. Поэтому там прямо была борьба. Не только с бегом, с дыхалкой, а прямо с природой. Ну, с природными условиями. С ровными. Да. Там двое сошли с дистанции. Мужчина же, да? Да, мужчина. И я очень рада, что добежала, что не сошла. Как некоторые мужчины, да? Да, пробежала этот полумарафон, уложилась как бы в время, уложилась... В отведенное, специально отведенное время. Да, в отведенное время. И закончила. То есть бег в нашу стужу возможен. И вот Ульяна, она ломает стереотипы о том, что в мороз даже в магазин-то выйти, да? Невозможно. В некоторое лениться, да? Выйти в лениться. Я думаю, где как ни в Якутии, вот бегать минус 35, да? Ну, и если продолжаю беседу о наших соревнованиях, вот сейчас очень много девушек, да, они хотят заниматься спортом. И они не идут в бокс, например, да? И как правило, вот как правило, среди моих знакомых, они приходят, вот останавливаются в выборной легкой атлетике. И вот мы знаем то, что вы проводите, не только проводите соревнования, но и вы как бы предоставляете услуги. Ну, тренируйте, да, правильно, техника бега и так далее. Это все-таки там вопросы очень тонкие. И вот если человек абсолютно не знающий, как бегать и так далее, с чем он встретится, когда вот придет, постучится к вам? Дерри попросит, пожалуйста, научите меня бегать. Ну, у нас два направления. Это здоровье и результат. Мы сразу делим на две группы, получается, да? На здоровье там идут уже те люди, которые не хотят участвовать в забегах. Нет определенной цели, да, чтобы какая-то скорость, темп какой-то был, да? Просто для поддержания здоровья. Они прямо начинают с ходьбы занятия, да, первое. Ну, и вот техника бега, дыхания, все это контролируется нашими тренерами. Тренеры у нас все опытные. И второе направление, результат, это уже те люди, которые хотят достичь определенных результатов, ставят цели для достижения, для определенной дистанции. С какой минуты, секунды человек хочет пробежать. А вот, Валерия, тогда, вот вы забег на 10 километров в прошлом году пробежали. Как долго вы готовились к этому, чтобы достичь вот такого результата? Пробежать 10 километров? Не каждому ведь дано, а еще и прийти там одной из первых. Я, допустим, начала заниматься с сентября месяца прошлого года, да? И получается, вот за три месяца я уже была готова пробежать 10 километров. Хотя это не первые 10 километров были, да? Уже в сентябрь, октябрь, да, я уже вот бегала 10 километров. Я сама была очень удивлена этому, потому что я каждый день приходила. В первый день я не могла пробежать даже километр. Есть такое, я на себе это знаю, честное слово. Даша, очень понимаешь. Я очень понимаю эту тему, потому что первый раз я взялась и думаю, я все могу, и побегу. Неправда. Все бегут, бегут. Я думаю, как они так бегают? Ну, потом скажут, с ними, скажут, тренировка, все лучше и лучше. И когда вот тренер говорит, ты бежишь сегодня 6-8, удивляешься, но как бы ноги бегут, и ты пробегаешь вот эти 6-8. Ну, такое счастье, такая эйферия. Начиная, как я так пробежала, думаю, вот радость за себя, да? И потом уже 10 километров, и у нас первый чемпионат, первый большой старт, да? Ну, это как бы опыт получается. Потом уже мы участвовали в полумарафоне, даже в трейлах я бегала. Да, вообще, ну, не ожидала я от себя такого. И теперь это уже как часть вашей жизни. Да, я в школе вообще не бегала, получается, да, нормативы кое-как сдавала. А тут как-то так получилось, что да. Что сейчас слегка все 10 километров пробегает. А я спортсмен практически, да? Профессиональный спортсмен. Так что по четким морководствам тренера можно добиться любых результатов желаемых, да? Хорошо. Ну вот, замечательный пример, дорогие телезрители. Смотрим на наших красавиц-девушек и присоединяемся к такому виду спорта, как легкая атлетика. Тем более, впереди у нас 10 декабря в спортивном комплексе Дахсун пройдет второй чемпионат республики по легкой атлетике. Ну и всех приглашаем вас сюда прийти, принять счастье, а может быть, поболеть за ваших друзей. Ну что ж, дорогие друзья, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok